Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодня мы с вами поговорим про виноградные страшилки, как я их называю, а именно про рукава. Бывает, вы спрашиваете, либо попадается мне такая информация, что ай-яй-яй, не вздумайте оставлять какие-то побеги на будущем рукаве, не дай бог, мы там что-то обрежем даже на пенек, все, не ждите урожая и даже не мечтайте, что без сучка замещения тоже вообще мы никуда не двинемся, потому что рукав там убежит далеко-далеко. Ну и некоторые вот такие вот вещи, насколько действительно они критичны для выращивания винограда, но чтобы не быть голословной, мы сразу же переходим к примерам. Перед вами молодой куст, вот плодовая стрелка и смотрите, что на ней. На ней повреждения, вот, это мороз. Когда он случился, когда он так порвал осенью, либо весной, ну точно сказать сложно. Ну вот так рвет древесину от мороза. И я сама не видела, но есть данные от коллег, что у нас в средней полосе точно так же могут рваться рукава. Старая древесина. Почему это происходит? У нас в средней полосе часто бывает дождливая осень. Виноград для того, чтобы ему нормально перезимовать, влагу по осени сбрасывать, она должна уйти в корень. Если в это время стоит дождливая погода, влагу он сбросить не может, приходят морозы, и дальше чисто физический процесс происходит разрыв. Вот пример в нашем случае, это плодовая стрелка, но это может быть и рукав. И смотрите, вот здесь уже абсолютно без разницы, оставим мы здесь побеги, не оставим. То есть вот эту часть использовать на рукав нежелательно, не нужно. А если больше ничего нет? Ну вот к примеру, так случилось, здесь понятно, на этом кустике все хорошо, есть лозы. Да, но у нас может случиться такая ситуация, что нету больше ничего. Значит, будем использовать то, что есть. А потом на следующий год что-то будет отрастать снизу от головы куста, то есть от того места, где он посажен. И мы будем оттуда уже выгонять новые плодовые стрелки и новые рукава. Потому что мы можем все, что угодно себе задумывать. Но, во-первых, виноградный куст об этом не знают. Во-вторых, у нас есть куча неблагоприятных явлений, куча неблагоприятных погодных условий, которые могут нарушить наши планы. Кстати, прошу заметить, я вот сейчас вот так подальше отойду. Вот. Вот этот длинный побег, который практически дорос до верха, он находится за местом повреждений. И на этой плоскости шпалера он самый лучший, он самый сильный. То есть все нормально качает. Пока что все здесь работает нормально, несмотря на повреждения. Как отращиваться новые рукава? Вот, смотрите, элементарно. Старая древесина, вот волчковый побег, расположенный в удобном нам месте. В следующем году мы его оставляем на плодовую стрелку. А затем, если все хорошо, он становится рукавом, и эта часть при необходимости удаляется. Если, ну, к примеру, нам ее нужно менять. Либо мы можем здесь создать дополнительный рукав. Вот если сейчас обратим внимание на этот куст, смотрите, вот у нас. Раз рукав, два рукав, три рукав. А вот это прошлогодняя древесина, плодовая стрелка. Пока что в следующем году это будет рукав. Вот такой зеленый побег, как я вот рядышком вам показала. В следующем году он может стать вот таким. А вот смотрите, что у нас здесь. Вот здесь реально проблемы с рукавом. Видите? Тоненькая, потом толстая. Вообще, отчего это произошло? Это проблема еще вот двухлетней давности, когда у нас был град. То есть, очевидно, там была какая-то градобой, но плюс потом при укладке на зиму несколько подломалось. И вот получилась такая штука. Во вторую сторону тут тоже была плодовая стрелка, и в прошлом году она засохла. Но опять же, почему? Потому что там были градобойны, там было серьезное повреждение. При этом, смотрите, я вот сейчас... Вот все лежит на земле. По какой причине? Потому что она хотела спасти кост. Это надежда ранняя, такой очень хороший ранний сорт. Без проблем на наших условиях. И поэтому я положила на землю с тем, чтобы прикопать. Но вот там снизу пошли побеги, и будем надеяться, что они дадут нам в дальнейшем плодовые стрелки. Тем не менее, опять же, если у нас проблемы с рукавами, то мы получаем вот даже не такую картинку. У нас от головы куста начинает вот прямо со всех почек там душить побеги. Их становится очень много. Если их мало, и вот они достаточно поздно появились, а вот там нормально, то он тянет, понимаете? Даже вот с такими повреждениями. И по сравнению с этим, какой-то там легкий пенечек или изрезанный рукав, ну, это детский сад, тем не менее, видите, тянет куст. Пока что тянет, конечно, нам сигнал, да, что надо этот рукав менять, что надо тут что-то делать. Ну, повторюсь, вот отращиваем эти зеленые побеги, они у нас пойдут на плодовые стрелки на следующий год и в дальнейшем на рукава. Дальше поговорим про зарезанные рукава. Ну, вот здесь как раз таки хорошо видно. То есть в идеале вот должно быть так. Потом мы убираем. Вот у нас идет рукав. Потом вот мы оставили на плодовую стрелку побег сверху. В следующем году опять оставим с этой же стороны. не снизу, вот здесь, а сверху. То есть вот так, ну, как бы идеально, правильно. Вот здесь тоже видно, пошла сверху. И вот здесь, в общем-то, тоже сверху. А вот здесь, смотрите, получается, что вот был сверху. А потом, ай-яй-яй, оставили снизу. Зарезанный рукав, ай-яй, как плохо. Но, тем не менее, здесь все хорошо и замечательно растет. А вот здесь, смотрите, пенечек еще к тому же. Ну и что? Еще раз показываю, да, что здесь все хорошо растет в меру своих возможностей. И страха никакого ни в этом пенечке, ни в зарезанном рукаве нет. И, смотрите, как бы мы ни старались все делать правильно и по науке, не всегда у нас получается так, как нужно. Вот здесь показываю пример. Мне надо было здесь отрастить дополнительно рукава, дополнительно плодовые стрелки. Я тут хочу максимально заполнить шиполеру. Тем более, тут тоже вот пусть после града надо было кое-что менять по возможности. Да, плюс весенние заморозки вынесли свои коррективы. И чтобы мне не попутать и лишнее не выломать, я цветом пометила, вот цветными ниточками побеги, которые мне надо оставить, точно оставить. Вот смотрите, вот этот правый побег, вот с ним все хорошо, он уже дорос до верхней проволоки. А вот этот, который левее, то есть когда я все это завязывала, здесь все было идеально ровно и было видно, что побеги прямо вот хорошо растут. Вот, ну а смотрите, побег маленький. В это время они уже должны дорасти до верхней проволоки. А он растет так себе не очень. Кстати, еще заметите, волчковый побег из старой древесины, и он даже с гроздью. На самом деле даже с двумя, на втором мы не считаем. То есть даже такие побеги могут плодоносить в некоторых случаях на некоторых сортах. При этом, смотрите, ну здесь он сам по себе растет, не совсем так, как мне хотелось бы, да. Ну даже вот по сравнению со вторым побегом оставленным на плодоношение на следующий год. Но бывают же и другие ситуации. Опять же, тот же град может вынести коррективы. Не знаю, там ветер, кто-то пробежал, сломал, ну все что угодно. В конце концов, банально может не вызреть. И что тогда? Все, формировки нет, урожая нет, там рукава зарезаны и все остальное, да ладно. Нам надо работать с тем, что у нас есть. Вся академическая наука, вся эта теория, это вообще классно, обалденно. Да, мы должны ее понимать, мы должны знать основные принципы. Но при этом мы должны все это накладывать на наши конкретные условия. И вся эта теория в наших конкретных условиях может не работать. Но зная принципы, да, мы всегда можем получать урожай. И все вот эти страшилки, ай-яй-яй, не будет урожая, все там завянет, все погибнет. Еще раз возвращаемся к этому. Не завяло и не погибло. Растет и даже будет какой-то урожай. Да, небольшой. Да, кот себя чувствует так себе. Да, в ранние сроки мы можем не уложиться. Два года назад, 10 августа, уже можно было на одежду раннюю кушать. В этом сезоне, я думаю, что вряд ли мы уложимся в эти сроки. Но, тем не менее, куст растет и показывает нормальный рост. Даже вот с такими вот повреждениями. А вот, смотрите, пример про удлинение рукавов. Ну, вот пример один. А вот у нас идет рукав. Вот он удлинился. Ну, и здесь он удлинится, вот, смотрите, вот побег. И зеленый. Вот он пойдет на плодовую стрелку. То есть вот идет удлинение. А с другой стороны, вот здесь уже другой сорт. Смотрите, вот идет рукав. Вот идет плодовая стрелка. И видим, где у нас есть побеги. Вот и вот. Удлинение видим какое. Всего лишь совсем маленькое. И здесь мы вообще можем оставить смело вот этот нижний побег. Вот этот. Он у нас удобно расположен. И вот мы получаем плодовую стрелку. Все. У нас удлинение практически не происходит. Вот здесь тоже, смотрите, вот рукав. Вот пошла плодовая стрелка. И вот у нас новый побег. Расстояние здесь, ну, сантиметр всего лишь. То есть удлинение минимальное. Ну, если что-то где-то и удлиняется, то всегда можно отрастить какой-то побег ближе к голове куста. Посетить его на плодовую стрелку и на рукав. Проблемы в этом абсолютно никакой нет. Тем более, что мы начали с вами ролик с того момента, что с рукавами в нашем регионе могут быть проблемы. И нам все равно периодически по каким-то обстоятельствам приходится их менять. Поэтому зацикливаться вот на этих приростах и обязательно вот сучок замещения, он будет удлиняться ровно так же, как и вот эта вот часть. Использовать его, либо не использовать. Это вообще, ну, лично ваше дело, насколько вам это удобно и понятно. Мы не используем. Не видим абсолютно в этом смысла. И повторю, что зацикливаться вот на удлинении, на зарезанных рукавах, на то, чтобы, не дай бог, там вот какой-то побежика не было, чтобы там было лишней рамки, смысла никакого не имеет. Растение хочет жить. И растение все равно будет качать питание. Если у него возникают какие-то проблемы с проводимостью, то в большей степени они не вот от этих зарезов, а по другим причинам. По причинам различных перепадов температур, да, это бывает. Но я вам уже говорила, что сигнал, если нарушается проводимость рукавов, это активно растут побеги от головы куста, ну, грубо говоря, от корня. И вдруг, если мы сталкиваемся с таким явлением, что у нас начинают сохнуть зеленые побеги, то, опять же, зачастую это, ну, либо это инфекционные какие-то вещи, да, они могут быть, либо же это, да, действительно закупорка, но она не вот по этим причинам. Опять же, по причине перепадов температур. И мы сталкивались с этим в своей практике два раза, ссылки на ролики я вам оставлю. Ну, и после того эти кусты прекрасно растут, прекрасно плодоносят. Прошло уже, наверное, года три с последней такой ситуацией. И вот как раз-таки зарезанных рукавов там не было. Вторая из причин. Смотрите, этот кустик. Вот это рукав, небольшая часть. И вот, видите, такие бугорки. Здесь, 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 здесь. На самом деле, это градобой. Два года назад и побит этот куст был очень сильно. Но, видите, затянул. И кто особо не знает, так и не сильно догадается. Причем, и здесь побито, и с этой стороны, то есть со всех сторон. Не то, что там где-то с одной, а когда растение может компенсировать другой части вот эту повреждение, проводящую систему. Нет, было побито со всех сторон. И смотрите, я сейчас отойду, куст нормально растет. Конечно, кто-то скажет, ну, какой тут рост. Дело в том, что этот куст к нам приехал от знакомых в прошлой весной. Причем, когда его выкопали, он еще две недели у нас просто в сарае валялся. Ну, так получилось. Мы были заняты, потом посадили. И, видите, вот даже урожай. Вот вторую сторону покажу. Да, тут маленький побег. Но дальше все получше. И, смотрите, вот тут гроздочка такая довольно неплохая. И важный момент, то есть куст тянет. Вот, если бы вот у него была какая-то совсем проблема с проводящей системой, то вот откуда-то отсюда, вот там бы и старые древесины, вот там внизу он бы давал почки. Потому что растение хочет жить. Это как бы нормально. Но не дает, там ничего нет. И он использует вот этот проводящий путь. И, конечно, если бы у нас здесь что-то отросло снизу, да, мы бы использовали это на плодовую стрелку, да, мы бы использовали это в дальнейшем на рукавах. Но если нет, вот реальная ситуация реального куста. Вот имеем битые рукава, и что? Ну, все, выкидывать куст можно получить урожай. Да, при том, вот и там есть гроздочки. Да, куст не очень мощный, но я уже объяснила, почему. У него стресс был в прошлом году. Хотеть от него вообще чего-то, ну, наверное, слишком. Тем не менее, вот реальный пример и реальный результат. Вот этот куст я вам несколько раз показывала весной. Значит, куст молодой. Пока что вот это у нас прошлогодняя древесина. И как бы будущий рукав. Вот, и смотрите, мы должны были, да, чтобы, не дай бог, там ранки не допустить туда-сюда, вот эти побеги убрать. А что у нас дальше по кусту? А дальше по кусту, ну, это мы оставили вот эти вот небольшие побеги. Это замещающие почки. Заморозок прихватил. И вот эти вот внизу у нас сохранились основные почки. А вот это пошли замещающие. Они без урожая, да, они более слабые. Ну, формировка ради формировки, это, наверное, неразумно. И лучше мы вот что-то оставим из этого в дальнейшем на плодовую стрелку, на рукав. Пусть мы не сформируем рукав так быстро, как бы нам хотелось. Да, оставим мы там пенек. Я вам показывала уже много примеров, что и с пеньками, и зарезанные рукава, они нормально, вполне себя чувствуют. Мы должны руководствоваться теми условиями, в которых мы выращиваем, а не делать вот формировку ради формировки. А вот здесь еще, смотрите, пример, то, что нельзя на плодовую стрелку оставлять побегу выросшие из старой деревьев. Обратите внимание, рукав здесь убрали. И вот у нас плодовая стрелка. Вот она с прекрасными плодоносящими побегами. Еще страшилки из этой же оперы. Вот саженец надо садить вот только так, никак иначе. А чуть-чуть мы не так посадили. И все мы потом не наклоним, не укроем. Весной я этот момент проговаривала. Ссылку на ролик оставлю про молодые акустики. Но что нам мешает? Вот зеленый побег, видим. Он немножко наклонен в нужную нам сторону. Все, сейчас мы ему, вот пока он зеленый, мягкий, придали такое положение, и осенью нам его наклонить вообще никакой проблемы не составит. Вот то же самое. Побеги на второй плоскости. Да, вот они чуть-чуть наклонены. Ну, этих тоже немножко наклон есть. Надо, можно подтянуть больше. Вот, подтянула, надо еще больше. Никакой проблемы в этом нет вообще. Виноград вообще крайне пластичное растение. И оно приспосабливается к тем условиям, в которых мы его выращиваем. И наша задача всего лишь немножечко помочь. Зная основные принципы той же формировки, всего лишь основные принципы. Мы можем сделать так, как нам удобно, нам понятно. И так, как это возможно в наших конкретных условиях. Как видите, не так страшен черт, как его молюют. Конечно. Я уже говорила о том, что академическая наука – это классно. И если бы у нас была возможность все делать по ней, это тоже было бы замечательно. Но наши условия выращивания далеко не всегда позволяют это сделать. И я вам показала, что и зарезанные рукава, и даже поврежденные могут вполне расти. Да, лучше все делать по правилам. Но если у нас не получается, ничего страшного и критичного в этом нет. Наши кусты будут расти, и наши кусты будут радовать нас урожаем. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом. Нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда. Обновление его будет примерно в начале сентября. И наши контакты. И до новых встреч.